Если вы хотите хотя бы в общих чертах понимать, как работает блокчейн и в частности биткоин, то вам обязательно нужно знать о таком понятии, как хэш-функция и хэш-сумма, потому что это одна из важнейших вещей функциональности любого блокчейна и любой криптовалюты. Итак, что такое хэш-функция? Это математическая функция, используя которую мы можем преобразовать любой файл, который состоит из кода, или любой документ, самый обычный документ, например, вордовский, в короткую строку кода, которая называется хэш-суммой. То есть мы берем какой-то файл или, например, текстовый документ, вставляем его в данную математическую функцию, и данная математическая функция выдает нам хэш-сумму, которая выглядит вот примерно таким образом. Ее длина и конкретный вид зависят от того, какой метод хэширования мы используем. То есть вот он наш файл, выраженный всего лишь вот в такой краткой строке, состоящей из набора цифр и букв. Почему это важно и для чего вообще все это нужно? Объясняю на достаточно простом примере. Смотрите, вам нужно заключить какой-то договор. Договор в текстовом виде с каким-то человеком. Этот договор довольно объемный, он занимает 50, 100 или более страниц. И вот вы встретились с этим человеком, распечатали себе по копии этого договора, или, например, юрист распечатал вам копии этого договора, и вы отправились домой для того, чтобы его хорошо изучить и прочесть. В какое-то условленное время вы опять встретились для того, чтобы данный договор, который вы уже прочитали, и он вас устраивает подписать. Соответственно, вы предлагаете свою копию договора, ведь вы его изучили от и до. И вы говорите, давайте мы откопируем мой договор, и ты его подпишешь. Но вторая сторона не согласна. Ведь этот человек не знает, возможно, ты внес уже какие-то изменения в этот договор. И согласиться на версию второй стороны этого договора ты также не можешь, ведь ты не знаешь, может быть, они как раз-таки также внесли какие-то изменения. Вот здесь нам поможет хэш-функция и хэш-сумма. Каким образом? Мы берем просто договор, который существует у нас в виде обыкновенного вордовского документа. Вставляем его в нашу хэш-функцию и получаем какую-то хэш-сумму. Далее мы берем договор второй стороны и точно так же вставляем его в математическую функцию. И получаем хэш-сумму. Если наши договоры абсолютно идентичны от и до, то сумма в первом случае и во втором будет одинакова полностью. Если же одна из сторон внесла в текстовый документ какие-то изменения, любые изменения, вставила или удалила запятую, или даже просто случайно добавила пробел в данный текстовый документ, то после того, как документ будет проверен данной математической функцией, вы увидите совершенно другую хэш-сумму. То есть любое малейшее изменение вплоть до пробельчика или одной запятой полностью изменит вот это число. Оно изменит ни одну, ни две, ни три цифры. Оно изменит его целиком. Очень удобно, согласитесь. Вам не нужно сидеть и изучать эти договоры друг друга. Вы можете буквально за несколько минут убедиться в том, что документ у обеих сторон абсолютно идентичен и не имеет никаких внесенных изменений. Возможно, кто-то мне скажет, зачем все эти заморочки, ведь можно встретиться и, взяв с собой один компьютер, ноутбук, распечатать две подряд копии. То есть непосредственно в присутствии обеих сторон. Один раз нажать на печать и второй раз нажать на печать, распечатав, соответственно, две абсолютно одинаковых копии. Нам не нужны никакие не математические функции, никакие ухищрения, все достаточно просто. Я согласен, чаще всего так и делается, но, имея определенные знания и навыки, можно сфабриковать подделку даже в такой ситуации. Можно подделать и настроить ПО таким образом, что при первом нажатии будет сгенерировано. И распечатана не та версия договора, которая сейчас у нас открыта на компьютере, в которой мы нажали печать, а будет распечатана какая-то другая версия, необходимая злоумышленнику. Но это, впрочем, не так все важно. Нам важно, как все это используется именно в блокчейне. Кто торгует, например, на Полониксе, наверняка вы видели там. Вот это понятие taxid. Вот это и есть хэш-сумма вашей транзакции. Вот смотрите, у нас есть какая-то транзакция. То есть кто-то вот с этого адреса перевел различное количество биткоинов по вот этим указанным пяти биткоин-адресам. А вот здесь вы видите хэш-сумму данной транзакции. То есть если взять вот эти все данные, кто, какой адрес, какому адресу, сколько переслал и все это засунуть в математическую функцию, то вы получите именно вот такой уникальный номер или хэш-сумму. Как в данном случае она упрощает работу с количеством данных. Вот смотрите, у нас компьютер один сгенерировал, один пользователь сгенерировал данную транзакцию, он ее куда-то отправил. И какой-то другой пользователь, нода или узел, что одно и то же, хочет проверить, а правильную ли информацию до него довели или возможно подделали где-то какое-то количество информации. Например, в одном из адресов изменили количество отправляемого биткоина. Но вот этих адресов может быть не пять, их может быть 50, 100 или больше. Но этот пользователь заранее получает хэш-сумму данной транзакции. И ему нет необходимости проверять все от и до, проверять каждый адрес, кому было отправлено, сколько было отправлено. Он просто возьмет все эти данные, грубо говоря, впихнет их в математическую функцию и получит хэш-сумму. И если хэш-сумма полученная будет совпадать с той хэш-суммой, которую ему отправили заранее, это, скажем так, краткое описание транзакции, то значит все хорошо и вот эта информация, которую до него довели, она совершенно подлинная и нет. Никакой абсолютно необходимости проверять ее от и до. Ведь мы с вами уже говорили, что если здесь хоть где-то изменить хотя бы одну букву, одну цифру или переместить запятую, то хэш-сумма будет совершенно другая. Вот мы с вами и избежали необходимости проверять такую большую базу данных, ведь мы ее проверили попросту с помощью хэш-функции и с помощью хэш-суммы. В общем и целом все это выглядит вот таким образом. И без этой функции блокчейны работали бы гораздо медленнее, ведь представляете, им бы пришлось сверять огромное количество информации и данных, но не буду повторяться, вроде бы объяснил уже все и объяснил более или менее доступно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу Телеграм. Всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!